Как было бы здорово связаться с Богом напрямую, заполучить Его телефон. Если бы у меня был этот заветный номер, я не стал бы беспокоить Бога по пустякам. Но ведь у каждого в жизни бывали моменты, когда было, ну прям, очень нужно спросить у Бога напрямую. Какую профессию мне выбрать? Как можно исправить совершенную ошибку? Ну и, конечно же, а она та самая или нет? Библия говорит, что подобный телефон был у иудейских первосвященников. Он назывался Урим и Тумим. Это было что-то вроде жребия, монетки, которая падает орлом или решкой, что означает «да» или «нет». Урим и Тумим навсегда утрачены. Но у нас остался еще один способ обратиться к Богу напрямую. Об этом способе свидетельствуют многочисленные мистики и духовицы. Речь об особых практиках, позволяющих вступить в общение с невидимым духовным миром. Первопроходцами в этом деле стали шаманы и жрецы. Для общения с потусторонним они прибегали к психоактивным веществам, наркотикам и алкоголю. А они – сомнительные помощники. То, что являлось шаманом, не было похоже ни на Бога, ни на ангелов в нашем представлении. В период с VIII по II век до Рождества Христова по всему миру зарождается философия. Происходит рационализация человеческого мышления. Карл Ясперс назвал этот период «осевым временем». Как ни странно, в это же самое время в греко-римском мире набирают популярность различные мистерии. От греческого «мистерион» – «таинство», «тайна действия». Нам доподлинно неизвестно, что именно происходило во время мистерий. Все античные авторы, посвященные в эту тайну, хранят молчание. Еще один важный перелом происходит в Средние века, примерно в VII-XIV веках. В это время в большинстве религиозных традиций появляются мистические школы. В даосизме происходит переход от внешней алхимии к внутренней. В индуизме появляется движение Бхакти, в исламе – суфизм, в иудаизме – каббала. В это же самое время в восточно-христианской православной традиции возникает исихазм. Каждая из перечисленных школ как бы угадала по одной цифре в телефоне Бога. Даосы перешли от попыток изобрести эликсир бессмертия к внутренней работе по выплавлению золотой пилюли бессмертия – каскетики. Суфии установили, что для духовного совершенствования необходимо отказаться от соблазнов мира, славы, богатства и прочего. Кстати, к суфиям принадлежал знаменитый Амар Хайям, а его излюбленные темы – вино и женщины – лишь метафоры мистического экстаза. Бхакты перешли от внешнего культа к установлению личной связи с божеством, связи, основанной на любви и преданности. Каббалисты учили о необходимости прилепления к Богу – девикут. В православном исихазме мы находим немало общего с этими мистическими школами. Как формально – контроль над дыханием, особые положения тела, концентрация внимания в области сердца, использование схожей терминологии и тому подобное – так и содержательно. Отрешение от мирского, очищение ума от низменных помыслов, трезвение, созерцание божественного света, поиск благодатного единения с Господом, обожжение. Однако за внешним сходством таятся существенные отличия. Так, главным средством для достижения обожжения в исихазме является непрестанная умная молитва. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» Нечто подобное встречается в Бхакте – многократное повторение имени Бога. Но в исихазме речь идет о молитве – обращении человеческой личности к личности божественной. Это безмолвный диалог. А индуистская мантра – это лишь повторение священного имени, монолог, лишенный внутреннего смысла. Да и к созерцанию света православная традиция относится настороженно. Исихасты говорят о созерцании нетварного фаворского света. Но, как предупреждает апостол Павел, порой сам сатана принимает вид ангела света и тем самым прельщает подвижников. Главное, что доказали подвижники исихасты – для общения с Богом не нужен телефон. Ведь само это слово означает возможность общения с кем-то далеким. Теле – далекий, фон – звук. А с Богом можно общаться в собственном сердце. Но для этого сердце нужно сначала очистить от зла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok